ну что здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова прошу дать мне обратную связь первая пятерка за качество звука вторая пятерка за качество видео и третья как минимум десятка за наше хорошее настроение я сегодня решила не надевать бусики потому что тема очень страшная я тут сейчас сижу под открытым небом вдруг за мной прилетит нло а бусиками я рисковать не могу поэтому вот так вот я обезопасила наш наш талисманчик таким образом вот так алиса здравствуйте вы первое распечатали танцпол по крайне вот о елена алиса замечательно наталья так сонь хороший ржать дочь сидит и просто ухахатывается если что нас вместе с моей дочерью заберут инопланетяне да ура ура мои хорошие я вижу что вы меня увидели вижу что у нас уже как минимум 47 человек видите я себя сделала маленькой для того чтобы не уменьшать а сразу приступать к делу потому что у нас сегодня очень большой разбор дело в том что я посвятила этому ну я думаю что двое суток точно потому что это сначала мне показалось довольно поверхностный такой думаю ну разберу там плюс-минус да там же все видно да но оказалось что там есть двойное дно которая раскрылась по мере разбора давайте пройдем вместе со мной этот путь и сделаете вы тоже сами свой выбор вывод но я конечно же буду эмоционально в некоторых местах потому что там просто невозможно не эмоционалить например вот в данном случае вы мне сразу ставьте пожалуйста плюсик если все хорошо будет со звуком и с видео я включаю первый фрагмент но здесь конечно же без эмоций просто смотреть нельзя кем-то было впрочем я была в египте ты была в египте да я была дочерью раза со второго вы сравнивали портрет что ли на зал это похоже на кого что за дочь то я была сыном а ты сына 2 мы были но вообще конечно же человек здравом уме в твердой памяти вот так вот сразу передергивать то я дочь и причем с таким умным видом да вот такие вещи говорить как бы то дочь что сын ну а потом вообще что-то хорошо что нет третьего варианта иначе третий вариант бы тоже прозвучал два братья были с ней двумя братьями родными рамза со второго как вы звали у меня есть информация но нужно посмотреть великолепная уловка манипулятора у меня есть информация да я потом вам это скажу и она несколько раз это я там вам еще покажу кстати ну и я кстати сейчас тоже уловку сказал нет будет еще там когда начинается конкретика здесь я должна сказать браво браво алене она действительно задавала вопросы очень четко и самое главное больше вот этих технических подробностей что то у нас коты видимо у них там весна да вот как можно больше подробностей это как раз и есть наша защита когда мы не хотим чтобы нам брали мы должны задавать как можно больше вопросов как можно больше подробностей как можно глубже закопать вруна для того чтобы он оттуда потом не вырвался так вот если мы будем задавать много вопросов то врун сам себе вырывает яму как из которой ему потом выбираться очень сложно и здесь алена очень грамотно себя вела и задавала 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 вопросы как вас звали это же можно проверить правильно и вот эти вопросы прям четкие если она уже исторические какие-то примеры приводит да пожалуйста давай подробней да давай вот как вас звали это прям блестящий вопрос я не помню я даже не придаю ему значение потому что было много воплощений и это только уже оказывается много воплощений да то есть вот здесь вот это было интересно и такое воплощение как тебя звали но у меня записано у меня где-то я помню да где-то помню где-то не помню но вообще приходите завтрак как и в анекдоте добудете вчерашний больше приходите завтра вот так же и тут одно из выплатами заплачение в египте да да вот кстати ирина написала алена держала лицо как могла алена вообще в некоторые моменты я даже комментарии под этим видео написала что просто по лицу алены можно делать разбор но у нас конечно же лицо кати лель намного интереснее и по нему мы делаем но алену мы тоже там на посмотрим потому что там некоторые эмоции просто зашкаливают нам же мы же с вами все-таки учимся да и не забываем об этом не просто сейчас тупо ржем над этим всем но все-таки учимся но я прошу прощения за мой вот этот юмор я наверное просто очень рада вас видеть после выходных длительных без интернета да будем так объяснять это мое поведение потому что конечно же мое поведение вызвано вот этой двухдневной работой и то что я вообще смотрела у меня просто иной раз волосы дыбом вставали но давайте дальше следующий фрагмент что тут у нас еще ну конечно же мне очень интересно было разобрать ее но с точки зрения человеческой да вот вообще она такая знаете просветленная такая в образе сидит до учит нас всех жизни вообще конечно она многие вещи говорила правильные да ну поверхностно довольно поверхностно и вот так с такой как бы позитивная улыбкой кстати вот часто меня очень сильно отталкивают вот знаете такие люди которые подходят и начинают это по моему свидетели иеговы да у них такая улыбка очень дружественные дружелюбные и вообще вот все вот эти около около религиозные ну хотя до религиозные течения до которые где-то может быть запрещают я считаю что правильно они подходят такие улыбчивые радостные и как бы заряжают тебя вот этой улыбкой ты ты идешь там своих мыслях это из замну задумываешься о чем-то там паришься о чем-то они приходят такие радостные и вот этой радостью как бы тебя вовлекают свое ты думаешь а может быть и мне так можно да и вот таким образом они заманивают свои сети и вот здесь вот то же самое я видела она такая как бы радостная вся про ну как просветленная да вот прям мне ну вот так на если я не разбиралась я бы тоже поверила да и какие-то вещи действительно она говорит правильно и с которыми я тоже согласна это что мы несем ответственность за свои действия но как бы вот эта вся теория она конечно очень красиво ей преподнесено было а меня заинтересовала история вот из ее жизни все-таки вот эта практика как она на самом деле проходит свои испытания да вот у всех у нас есть испытание и как она прошла вот это испытание с ее продюсером вот здесь вот давайте заострим немножечко внимание и разберемся что же за человек это катя лель до верите или не верить все равно знаете как береги честь молоду и ну как бы репутация она на то и репутация что она складывается годами и вот один из камешков ее репутации давайте рассмотрим а вот тебе все-таки эти способности читать мысли помогали в карьере в шоу-бизнесе уже когда ты там например ведь у тебя были разные опыты с разными там продюсерами да а вот тебе все-таки тис простите что-то слетела способности читать мысли инопланетяне явно работают помогали в карьере в шоу-бизнесе уже когда ты там например ведь у тебя были разные опыты с разными там продюсерами, да, почему ты там, допустим, не предсказывала, что с тобой дальше будет, когда с тем же Волковым? Ну, здесь, конечно же, лицо Алены, да, вы видите, тут много-много эмоций, я их все вынесла, сейчас не буду на этом заострять внимание, потому что все-таки мы разбираем Катю Лель, и у нас много сегодня фрагментов, я боюсь, что мы задержимся, поэтому, ну, вы прочитаете просто вот эти титры, идем дальше, то есть Алена изо всех сил изображает вот как бы поддержку, да, поддержку, и вот это вот отвращение как бы адресовано в сторону этого Волкова, таким образом она якобы присоединяется к Кате, ну, хотя, может, и присоединяется, кто ее знает, но она присоединяясь дает Кате выговориться, вот это тоже такая уловочка манипулятивная, которую часто используют интервьюеры, но давайте дальше, и как бы удивление, акцентирование внимания, что-то прям длинный такой фрагмент, я Алену вырезала прям серьезно, интересное лицо у нее получилось, ну, и давайте посмотрим, что Катя отвечает, ой, и тут и неловкость у Алены, очень интересно, очень интересно, столько эмоций у Алены, во время задавания этого вопроса, боже мой, как я много вырезала, сейчас, сейчас все-таки, да, у тебя была история с твоим продюсером, который тебе потом портил жизнь и тебя преследовал, я знаю, что все закончилось очень плохо, что он умер от рака, вот когда ты с ним познакомилась, ты не видела ничего, не чувствовала никаких вибраций, мыслей, чувствовала, знала, но я надеялась до конца еще в своей искренней душе наивно. Да, вот отсаживается, то есть, конечно же, это вызывает в ней неловкость, и вот этот образ, который она тщательно рисует, вот здесь, конечно же, подвергается сомнению, да, как бы она лечит руками, пришла нам это рассказывать, а тут бах, и как бы не почувствовала, да, но вот здесь у нее философия железно выстроена, и, вы знаете, отчасти она права, вот я, как человек тоже занимающийся самопознанием, но тут у меня местные джигиты, скоро я, кстати, переезжаю и буду уже вещать из помещения, но, да, давайте смотреть. Что она думается? Ты знаешь, что странно? Ален, дело в том, что каждый человек приходящий... Вот, смотрите, когда она села на своего конька философию, которую она подготовила прям четко, да, невзирая на то, что это не вяжется с ее версией ее инопланетного происхождения, не вяжется с версией того, что ее там поддерживают высшие силы, что ее там ведут, ну, как бы здесь выбивается, но она подвела очень четкую эту платформу под эту позицию, и смотрите, как она в этой платформе уверена, она, во-первых, расширяет пространство и пик вверх делает руками, то есть она в этом уверена, она вот это, как бы заготовленные, тут даже не заготовленные фразы, а заготовленная позиция, заготовленная философия, которая сейчас пойдет в ход. И давайте смотреть. Ту землю, он имеет свое задание, и с тобой мы захотим тысячу раз обойти эти ситуации этих людей с негативными ситуациями, но мы не сможем этого сделать, потому что они нам предначертаны, нам нужно их пройти в этой земной жизни для того, чтобы исправить ошибку, сделанную в предыдущей жизни, предыдущей воплощении. Ведь ни для кого не секрет, что наша душа бессмертна, и каждый человек живет. Ты веришь в реинкорнации. Я знаю, что это есть. Ну, знаете, очень интересно здесь, я хотела вам сказать одну очень такую хитрую манипуляцию, которую сейчас нам с вами Катя преподнесла. Дело в том, что вот это, то, что она сейчас вот в этот философский подтекст внесла. Это, ну, в общем-то, это такая теория, которую не она придумала, не она это как бы выстрадала, да, это уже давно такое существует, да, многие люди это пропагандируют, рассказывают людям, и, в общем-то, это нормально, да, то, что вот она сейчас говорит эти вещи, они, ну, они вызывают сомнения, но не такое большое сомнение, как с ее инопланетянами, да, то есть это определенная философия, которую мы можем поддерживать, можем отрицать, но она как бы есть, вот эта вот философия, да, что люди живут там много воплощений и так далее. Неважно, вот сейчас мы с вами в это верим или нет, но она, эта философия уже есть, и не Катей придумана. Но здесь она старается свои рассказы, которые она вот принесла нам рассказать, она оборачивает вот в эту философскую оболочку, и смотрите, что получается, как бы вот полностью, целиком ей не верить нельзя, потому что часть информации, которую она рассказывает, да, она как бы правдива, и для того, чтобы сказать неправду, нужно как можно больше обернуть ее правдой, или хотя бы полуправдой, в которую человек может поверить. И вот здесь как раз и есть вот это оборачивание, она получается вот в истории с этим Волковым, она понимает, что она не совсем права, но зачем ей об этом говорить? Она берет и оборачивает это в такую философскую мишуру, да, и, пожалуйста, философствуйте вот на эту тему, да, а мои отношения, они как бы входят вот в это все, да, и таким образом она немножечко нас уводит и переконцентрирует на другое. И здесь очень интересна ее позиция вот в отношении этого самого Волкова. Я в этой истории, конечно, постаралась разобраться, и вы знаете, там много чего мне открылось, но давайте все-таки ее невербальное поведение разберем, мы же для этого собрались, а дальше я вам дам ссылочку просто его, то высказывание, да, вот он тоже давал интервью, пока был жив, и вот эти высказывания, к сожалению, не осталось интервью, видео, но в принципе я почитала, и я поняла и вторую сторону, но давайте посмотрим, как она о нем отзывается. Она как бы ничего плохого не говорит, но давайте разберемся в ее позиции. Вот эта история с твоим продюсером, вот ты говоришь, она тебе тоже была дана сверху, чтобы ты прошла. Но ты считаешь этот опыт правильным, достойным и красивым? Я считаю, что он некрасив. Смотрите, отклоняется, потому что понимает, что здесь она не на своем коньке, нет вот этого пика, нет этой уверенности. Вот когда она уверена, она вот так вот перемещается, расширяет пространство, а когда она не уверена, когда, получается, она приняла удар, да, она отклоняется. Здесь идет отклонение, смотрит вверх, и дальше пошло, знаете, вообще текст, который абсолютно не вяжется с образом просветленной, которая к нам пришла и принесла философию. Давайте смотреть. Земной опыт с его стороны, с мужской стороны, с человеческой стороны. Смотрите, как челюсть у нее ходит, челюсть поднялась, челюсть пошла вперед. Так, на бок голову наклонила. То есть здесь эмоции еще есть, и эмоции превосходства. Превосходство, она красуется, она показывает нам, смотрите, полюбуйтесь мной, я вышла победительницей. Победителей не судят, да, это он плохой. То есть просветленный человек никогда не скажет о своем враге, что он плохой. Вот это вот как раз, ну, обычные люди, да, могут ссориться, да, могут говорить плохо о другом человеке. Но когда человек переступил вот этот путь, вернее, пошел по пути развития, то он всегда будет априори ко всем относиться с добром. Это самое главное вообще для человека, который развивается. И здесь вы можете меня забрасывать камнями и сколько угодно критиковать, но я вот это полностью, ну, вот для меня это самый главный показатель, как человек относится к людям. И я понимаю, на какой он стороне, понимаете, если здесь идет вот это пренебрежение, вот это красование, ну, какой тут просветленный человек, Господи. Вообще человек, когда он развивается, да, он старается приглушить в себе вот эту гордыню в первую очередь. И все религии мира, они гордыню как раз убирают в человеке. Это то, что нам всегда мешает. Но это, конечно, ну, другая философия. Не надо мне, я не буду сейчас ее дальше развивать. Давайте дальше смотреть на все-таки на ее сигналы тела. Я приняла его. Смотрите, я приняла его. Ну, да, конечно. Я, конечно же, знаете, вот часто, когда после ссоры там муж с женой поссорились, и он такой, и она ходит такая, молчит, молчит. Он спрашивает, ты что, обиделась? Нет, я не обиделась. Вот примерно так. Своим человеческим мозгом, понимая, что, когда, кстати... Своим человеческим мозгом. То есть это, ну, вот мания величия здесь просто зашкаливает. Та самая, мой двоюродный брат из египетского воплощения. А, вот это уже ее двоюродный брат, это вообще просто Ирина Чекунова. Знаете, я попробовала посмотреть это все, у меня голова заболела, честное слово. Это просто ужас. Знаете, я вам не рекомендую смотреть этот бред, который они с этой Ириной Чекуновой исполняют. Конечно же, артистизм у нее хороший, но вот там ужас. Из Сочи. Из Сочи, да. Моя подруга Ирина, она сказала мне такую чудесную фразу за Волкова. Ну, хоть одну чудесную фразу Ирина сказала. Ты скажи спасибо, поблагодари Вселенную, что тебе он был дан для того, чтобы она исправила свою ошибку из прошлых воплощений. А зачем, Катя, изначально было встречаться с женатым мужчиной, у которого семья, дети? А он, подожди, подожди, подожди. Если бы он, он же не жил с семьей. Вот смотрите, вот оно презрение. Презрение, помните, что за эмоция? Это сравнение. Смотрите, какая я классная. И смотрите, какие они все говнюки. Вот здесь вот эта односторонняя улыбка. Причем, знаете, я всегда, ну, я вообще никогда не была ни поклонницей Кати Лель, ни противницей, ничего. Но меня всегда напрягала ее улыбка. Она слишком, знаете, еще у одного комика, вот это вот, когда очень сильно напрягается уголок рта и вот эта улыбка послушной девочки. Помните, я на своих вот этих бесплатных занятиях, которые по физиогномике провожу и рассказываю, вот эта вот попытка понравиться любой ценой. Смотрите, какая я хорошая. Вот это вот излишнее напряжение рта меня всегда, меня как пугает всегда в людях. Если человек так старается понравиться, то есть почему вот, есть как раз внутренний червячок, который подтачивает человека, и он понимает, что он недостаточно хорош для того, чтобы понравиться. И вот эта вот улыбка Кати Лель, она меня всегда отталкивала, честно скажу. Но кроме этого, я как бы никакого негатива не испытывала и вообще, в принципе, не обращала внимания. Сейчас я вижу, что вот эта вот односторонняя улыбка, причем вот с этим напряжением, то есть смотрите, какая я хорошая и какие они плохие. Вот прям такое супер презрение. Не отвращение, а именно презрение, именно сравнение себя. Вот. Кстати, тут и отвращение чуть-чуть прошло, но ладно, отвращение... Ну, конечно, он не жил в семье, он жену называл свою сестренка. Жена у него потрясающая, очень умнейшая женщина. И хорошие дети, внуки. В том-то и дело. Он мне говорил, что я не жил с своей семьей, я тебя люблю, и все об этом знали. И жена его просила меня вернуться к нему уже, когда я ушла от него, в общем, стояла. Она сказала, пожалуйста, жизни нет никакой, ни у кого, все несчастны. Вернись к нему. Я сказала, нет, мне 30 лет, мне пора рожать ребенка, мне пора определяться, иначе это никогда не произойдет. Ну да, с женатым мужиком начала встречаться. И вот к семье, к его отношения явно пренебрежительно. Вот здесь вот прям прослеживается красной нитью. Я не знаю, кстати, интересно послушать, надо найти жену Александра, да, и может быть она что-то скажет. Просила ли она Катю вернуться? Ну вот эти вот, когда Катя упоминает разных людей, там Иосифа Кобзона как-то она упомянула, он потом прям по телевидению сказал, что ничего он такого не говорил Кате. То есть у нее довольно бурная фантазия, и об этом как раз рассказывают очень, ну такие прям яркие примеры. Александр Волков, сейчас в контурце, сейчас ставлю ссылочку, я потом под видео тоже это сделаю. Вот это интервью, которое я почитала, почитайте на досуге, просто вторую сторону, понимаете, чтобы не думать, что вот сейчас вот эта белая пушистая девушка, которая растерялась, которая там папика какого-то, он ее там каким-то образом влюбил в себя. Ничего подобного, здесь были очень договорные отношения, он ее раскручивал, причем 7 лет безуспешно. Статьи во время того, как он ее раскручивал, там банальщина такая. Ну а что, видимо, ей нечего было показать, и показывала свои наряды, которые там привезла откуда-то. Ну вот как это, не знаю, вообще, я теперь понимаю, что там пусто было, понимаете, не было такой содержательной звезды, вот прям, чтобы мы чем-то увлеклись, да, там нечем было увлечься, и поэтому так много сил было потрачено на ее раскрутку, и пока Макс Фадеев не дал ей вот эту дурацкую песню «Муси-пуси», да, о ней никто так и не знал, кто это такая вообще. Поэтому, ну и эта песня тоже благодаря всем, получается, и Катя, и Александр, и Макс, то есть, получается, это втроем сделали, ну там еще, может, кто-то участвовал, ну то есть, это все результат, получается, удачного стечения обстоятельств, но спустя 7 лет. Эти 7 лет они жили вместе, и как бы каждый получал свой бонус, он получал молодую любовницу, она получала его деньги, вот и все, в общем-то, нормально. Потом они расстались не очень хорошо, ну ладно, бог с ним, просто почитаете и поймете, что есть и другая точка зрения, ну, в общем, понимаете, да, что за человек перед нами, человек очень с раздутым эго, и человек, который, ну, я так сначала склонялась к мысли того, что у нее там вышел новый альбом, да, и вот она пришла на интервью для того, чтобы создать инфоповод. Давайте смотреть вот эти все интересные истории, которые она нам поведала. Ну, просто в некоторых моментах сложно усидеть на стуле, не упасть с него от смеха. Сообщили тебе, что именно зубной материал был взят для того, чтобы сделать твои... Клоны. Двух твоих клонов. Почему двух? Пока два, на разных планетах. Они очень похожи на меня, потому что одна внешность. А ты их... тебе показывали фотографии или что-то, откуда ты знаешь, как они выглядят? Мне их описывали. Описывали? Описывали, да. То есть эти контактеры, они с ними... Они абсолютно видят, слышат и в любой момент контактируют с ними. Слышатся. А вот эти клоны, это женщины, это мужчины или... Нет, две женщины. Абсолютно, да, похожи на меня. Две женщины. И с прическами с такими же. Одна по длине, другая покороче, да. И тоже певица. Я не знаю, как певица, но... Вот смотрите, как сейчас очень грамотно ведет себя Алена. Она все больше закапывает Катю в вопросах, да. Вот задает уточняющие вопросы глубже, глубже, глубже. А теперь... Ну, они клоны. А на каких планетах они живут? Тебе там вот не сообщили? Да, сообщили разные планеты, неизвестные нам. У меня есть информация, это записано. Другой вопрос, что все данные, которые нам еще не изведаны, они... Смотрите, сообщили. Это что, ей подробно объясняли, что ли? Ну, я бы поняла, что на меня похож, если бы увидела фотографию, да. А так вот как-то на словах. И вообще, я насколько поняла, там была одна встреча, которую она не запомнила. Потом вторая во сне, потом... Ну, то есть, какие-то непонятные такие встречи, да. Вот ей в это время описали этих двух клонов. Ну, что-то как-то она путается в показаниях. И когда она путается в показаниях, она просто тупо переводит разговор на другую тему. Кстати, я вижу в комментариях брожение. Вот меня обвиняют в том, что я пиарюсь. Можете так считать. Знаете, у меня после каждого разбора есть такие люди, которые считают, что я какие-то свои интересы преследую. Значит, если вам так хочется, можете так считать. Я не буду протестовать. И, в общем-то, кстати, можете меня отнести к темным силам, которые против тех добрых инопланетян, которые работают с Катей. В общем-то, можете как угодно. Главное, давайте адекватно смотреть на это все. Видите, как она, когда поняла, что сморозила что-то не то, да, взяла, начала рассказывать подробности. А потом Алена спрашивает, а как ты это узнала? А узнать можно вот так вот подробно описывая, если, то узнать можно только по фотографии. Как вот какой-то инопланетянин там описал ей. Это полная чушь. И она понимает, что здесь она прокололась и сразу переводит разговор на какую-то более возвышенную тему. Будет каждый день всплывать на поверхность. Ага. Ну да, будут новые, новая информация будет всплывать. Да сейчас мир, с этим я даже спорить не буду. Вот это вот, знаете, банальная, но общеизвестная информация, которую она в конце сказала, что каждый день новое, ну что-то происходит новое. Сейчас мир каждый день меняется. Сейчас дети более развитые, чем мы. И, в общем-то, вот об этом можно говорить часами. И то, что она перевела разговор, это просто говорит о том, что она прокололась на этой теме. Вот и все. Я знаю людей, которые видели привидений, соприкасались с этим миром, но они об этом рассказывают другим тоном, не кричат об этом. И еще там много сигналов тела, когда они рассказывают об этом. Вот там тоже много-много таких моментиков, которые очень важно, чтобы были в разговоре, в описании. А если их нет, то это просто заготовка. Да, поэтому идем дальше. Я не против того, что много неизведанного в нашем мире, много интересного, и мы будем узнавать, и мы будем каждый день что-то новое узнавать. Но в данном случае это чуть-чуть другое что-то, я так считаю. Хотя в конце, может быть, мы поменяем мнение, давайте смотреть дальше. А что с остальными будет, вот кто в низших-то? А что делать? Это каждый выбор. Выбор, ну и что сегодня происходит? Выбор каждого человека. Никто за нас с тобой не решит, как нам жить дальше. Только наш выбор будет, делать нам вакцинацию или не делать. Ух ты! А здесь еще, смотрите, хитрость одна, еще одна манипуляция. Смотрите, вот эта хайповая тема, на которой пока что процветает только Боня, простите, Виктория Боня. Она про вакцинацию всем кричит. Смотрите, видимо, проведена работа, проведен мониторинг, да, и понимает Катя, что эту тему тоже надо привлечь. И привлекает очень красиво. Понимаешь? Никто нас не может заставить. Есть конституция, которая гласит, что есть охрана здоровья человека. Никто не имеет внедрять в нас какие-то медикаменты без нашего АТО-согласия. Браво! Александрия пишет, кто скажет плохо про Катю, завтра проснется без зубов. Кстати, возможно, сегодня вы видите последний раз меня с зубами. Браво! Так, да-да, Светлана пиарится на Кате Лель и ее дружбе с инопланетянами. О, да! Я пиарюсь. Да, я прям страшно пиарюсь. Я, знаете, мне, к сожалению, инопланетяне не приходили, потому что я существо низшее, наверное, по сравнению с Катей, куда мне. Да, поэтому я проснусь завтра без зубов, и я не буду знать, куда делись мои зубы, чтобы потом не рассказывать и не перебивать малину Кате Лель. Да, ладно, стебаться будем дальше. Идем так, следующий фрагмент, то есть про вакцинацию тоже сказала по принципу, ну хоть что-то, но выстрелит, да, чтобы вот все проговорить на всякий случай. Что-то, да, будет иметь резонанс. А про рептилоидов тоже мне понравилось. И здесь вот самое главное, мне понравилось поведение Алены. Давайте смотреть, сколько раз Алена задает один и тот же вопрос. И сколько раз Катя уворачивается от этого вопроса. Ну, смотри, королевская семья гибриды. Вот ты в это веришь. Я вот этого не знала. Я вот узнала от Дэвида, от тебя. А вот в российской у нас в действительности такие люди во власти, в популярной, в шоу-бизнесе. Ты вот замечала, кто там вот тоже похож на гибрид человеческого ДНК с некой другой расой? Ну, я уже обращаю внимание. И иногда мне хочется даже этого не замечать и понимать, что все в человеке и добро, и зло. Так давай, давай обсудим. Слушайте, ну вот сейчас она сказала, в общем-то, вещь, с которой я поспорить не могу. Человек не может быть либо добрым, либо злым. Мы все в какой-то момент ведем себя по-доброму, в какой-то по-злому. Это от многих вещей зависит. И здесь она не открыла нам опять-таки Америку. Но только самое главное, на вопрос она не ответила, понимаете. Вот сказала общеизвестную информацию, но на вопрос не ответила. Кто похож? Может, он узнает, пойдет, сдаст, я не знаю, там, что сейчас, тесты, или там, что-то почитает про себя, признаки какие-то. Кто из наших знаменитостей похож на гибрид? Кто рептилоид, короче? Отлично сказала, Алена, кто рептилоид? Смотрите, здесь на смех переходит. То есть сначала что-то сказала какую-то банальщину, да? Потом перешла на смех. Ну, вот все способы уйти от ответа. Ты знаешь, те люди, которые хотят знать правду, они ее узнают. Какого скрещивания? Катя, ты сама-то все равно сидишь, знаешь, ты же интересующийся человек, любопытный. Да. Ты сидишь и смотришь, говорит, о, рептилоид. О, там. А ну, Айки, сейчас скрещен. Ты меня смешиваешь. Ты меня смешиваешь. Скрещенный там с какой-нибудь другой национальностью. Ну, ты же для себя это видишь. Давай хотя бы поделись мыслями. Кто такой у нас из всех. Я даже тебя не буду называть. Даже не мечтай. Даже не буду называть. Что, Киркоров? Нет, нет, нет. У тебя с Киркором очень похожи глаза. Я тебе сразу сказала. Браво, браво. Это уход от ответа, да? Вот это ха-ха-ха, ха-ха-ха. Даже не мечтай. А что ты пришла вообще? Мы тоже с ним. Реально, мы были в техоплощениях родственной души, да. Серьезно? О, как интересно завернуло. Смотрите, переводит разговор, заинтересовывает собеседницу. А о чем говорить? О ней, конечно же. Вообще, для того, как сплетник говорит о других, зануда о себе, блестящий собеседник говорит с вами о вас. Для того, чтобы перевести разговор на другую тему, вот еще одна уловка манипулятора. Заговорите с человеком о нем. Вот зануда какая-то Алена. Трижды задала один и тот же вопрос, да. Ну, давай-ка тогда поговорим об Алене, да. А с кем она похожа? Конечно же, с человеком, который известен. Ну, не скажет же она, что она там, глаза как у дворника Васи, которого она встретила сегодня утром. Нет, конечно же, она ее сравнила с человеком довольно высокого социального статуса, да, и тем самым, как бы, ну, больше шансов на то, что разговор уйдет все-таки в другую тему, потому что в этой теме некомфортно, потому что в этой теме надо отвечать. Отвечать я не хочу, потому что мне нечего сказать, потому что если она сейчас назовет хоть одно имя, конечно же, ей прилетит, естественно. Одно дело хайпится на теме, да, вот, которую не проверишь, а другое дело уже называть имена. Что ты знаешь. Абсолютно. Это сразу видно, неосознанно. Здесь под таким ярким свечением очень сильно видно. У вас прямо глаза одной энергии. Они даже не то, что формы похожи, они одной энергии. О, одной энергии. Ну, конечно же, вообще переводить разговор на тему, которую, ну, бездоказательно, да, как бы, вот я вижу, да, у меня другой взгляд. Ну, это уловка, просто уловка. Это ничего более того, понимаете. Потому что, ну, давайте дальше следующий фрагмент, чтобы вот мне, ну, так как мы, естественно, стараемся, по крайней мере, разбирать все-таки невербальные сигналы тела. Вот я не знаю, что там было, но, может быть, вы мне в комментариях или сейчас в чате объясните, почему такая реакция тела. Ну, вот давайте посмотрим. Много прошло времени вот с момента встречи на корабле до того, как ты записала первый хит. Да, конечно, 90... Вот, смотрите, почему такая реакция? Во-первых, закрывает шею, отсаживается, закрывает одежду. Что, почему, что не так с ее первым хитом? Ну, как много, 94-й, 6-й, 6 лет. Как уже в Москве была, уже как в Москве, уже как Катя Лель, 6 лет. Вот, что там не так? А, кстати, это же история с Волковым, все понятно, ей эту тему не хочется. Ну, это я так думаю. Может быть, у вас есть информация более подробная, потому что здесь идут прям невербальные такие посылы, что ей об этом не хочется говорить, что эта тема очень скользкая и неприятная, и она бы предпочла о ней умолчать. Это вот про первый хит, это Муси Пуси, что ли? Да, ну, в принципе, да, это же единственный хит. Ну, дальше, следующий фрагмент. У меня стала появляться очень сильная энергия в руках. Безумная энергия. Руки стали краснеть, красного цвета, они стали гореть. Я не понимала, для чего мне это дают. Вдруг ко мне стали приходить люди, которые стали просить, помоги мне. Пришла моя подружка, у которой обнаружили тромбофлебит в свой 16-летний возраст, мой дядя, у которого было зачемление нерва. И я говорю, я не умею. И сказали, ну, не важно, ты просто поводи руками. И ты не поверишь, исчезло все, все симптомы и все заболевания. Какие именно заболевания ты вылечила? Это был тогда тромбофлебит у девочки, у подружки, у Вики, у дяди было зачемление нерва. И потом я сказала, что я не умею этим пользоваться, я не хочу этим пользоваться. Смотрите, вот она сидит и расширяет пространство. То есть она сейчас рассказывает, она вот на своей волне, ей это нравится. Ну, вот вся опять в образе, вот этот образ ей нравится. Ну, по сути сидит хвастается, да, хвастается тем, что, ну, скажем так, здесь насчет того, что... Давайте вот остановимся на этом. Дальше, следующий фрагмент, конечно же, мне очень понравилось про аллергию. Алена, конечно же, браво, еще раз браво, Алене за грамотные вопросы. И за то, как она красиво закапывала Катю. Давайте смотреть. Кать, скажи, а аллергию ты лечишь? Не знаю. Вы знаешь, я кошку хочу завести. Да. Но у меня аллергия адская на шерсть. Что мне сделать надо? Может, ты мне тоже куда-нибудь привык? Смотрите, Алена говорит не потому, что ей хочется объяснять вот это вот. То, что сейчас вот эти слова, которые от Алены мы слышим, потому что она видит, что собеседница молчит. Для того, чтобы не было паузы, часто журналисты делают так, ну, чтобы заполнять вот эти паузы. Да, они задают вопрос чуть дольше, там, больше подробностей дают, чтобы собеседник мог собраться и ответить. То есть она видит реакцию Кати, что Кате нечего сказать, и дальше продолжает говорить. Не потому, что ей хочется поговорить, а просто потому, что Катя молчит. Катя растерялась. Естественно, растерялась, потому что, а как она вылечит? Она пришла не с этим. То, что она рассказывает, вот этот весь образ, который она принесла в студию, это все, ну, с реальностью мало общего имеет. Но ей так хочется, хочется себя так преподносить, и, в общем-то, она пока себя так несет. Приложишь что-нибудь, чтобы я кошку уже эту себе завела. Ты уверила, что? Смотрите, как смеется показушно, потом отклонилась. Ну, то есть ей некомфортно, она не знает, что сказать. Она растерялась, потому что она не может сейчас Алену вылечить от аллергии. Естественно, не может. То, что она рассказывает, она просто пришла для красного плавца нам рассказать. Да, и красивенько опять в очередной раз переводит тему. Хочешь кошку? Котенка, да. У тебя скорее будут дети, чем у тебя будут кошечки. Но я знаю, что ты мысли читаешь. Я сейчас именно просто подумала. Я об этом еще подумала пару дней. Сейчас пару дней проведяйте. Я еще пару дней назад об этом подумала и захотела тебя спросить, потому что... Ну да, это, конечно, самый непредсказуемый вопрос вообще в данном случае. Вообще самый непредсказуемый. Ну, о чем еще мы думаем, вот если, ну, Алена уже как бы ей не 17 лет, да, и если у нее пока нет детей, то, конечно же, этот вопрос у нее действительно висит в воздухе и витает в ее мыслях, да. И когда разговор о кошечке, это разговор о доме, об уюте, о каких-то таких вот, ну, о существе, которого можно любить, да. И, в общем-то, кошечка, она очень четко ассоциируется и с ребенком, и с семьей, да, и вообще вот с какими-то добрыми, позитивными эмоциями. И поэтому это вообще предсказуемо, понимаете. И вот на это перевести тему очень даже кстати. Ну, естественно, если она знает, что у Алены пока нет детей, то, конечно же, на эту тему надо перевести разговор. Поэтому здесь, ну, как бы, конечно, она прочитала мысли, она просто новая Ванга. Можете, ну, кто за нее сейчас заступается, пожалуйста, считайте так. Я считаю, что все это предсказуемо абсолютно полностью. От того эта энергия уже влияет, она уже... Да, ну, то есть получается, что красиво съехать. Вот я вижу в этом, в этом не чтение мыслей, а я вижу просто красивый уход от темы, да. Попросили сделать это, но так как сделать она это не может, ей остается только перевести тему разговора. Вот и все. А не какие-то там мистические способности. Дальше, следующий фрагмент. Твои заявления, воспоминания о встречах с инопланетянами, рассказы о пришествии. Вот здесь, конечно же, вот все, что мы сейчас смотрели, полностью, вот, знаете, то, с чем я начинала этот разбор и то, что мы сейчас просмотрели, вот полностью сейчас описывает Алена своим вопросом. И я, в общем-то, сначала к этому больше всего склонялась. И вообще, знаете, вот эта версия, ну, как бы для меня была изначально самой рабочей. Значит, и...